здравствуйте коллеги меня зовут кузина ольга александровна я практикующий врач-хирург центра хирургической инфекции центра спасения конечности сегодня в рамках нашей онлайн-конференции я расскажу вам о теме болевого синдрома при деформированных ногтях стопы деформации ногтей зачастую рассматриваются наряду с другими уникодистрофиями но в некоторой степени все равно отличаются от них деформации обычно считаются более грубые изменения формы ногтя которые в сравнении с другими уникодистрофиями сопровождаются болевым синдромом деформации ногтей значительно снижают как статическую сторону жизни пациента так и качество жизни по причине хронической боли сегодня мы затрагивать будем только деформации и дистрофии спряженной именно с болевым синдромом собственно говоря почему он болит ведь ноготь не живой по своей сути и не имеет болевых рецепторов но ноготь это только ноготь а ногтевой аппарат это более сложная структура которая включает в себя и гипонихий и ногтевое ложе и надкосницу и окружающие мягкие ткани которые значительной мере более наполнены нервными окончаниями и более чувствительны некоторых случаях даже очень чувствительно немного поговорим о этиологии деформации ногтевых пластин и мы будем говорить сегодня о приобретенных деформациях о врожденных причинах сегодня касаться не будем и в первую очередь я бы хотела отметить что около 50 процентов деформации ногтей являются следствием грибковой инфекции остальные же 50 процентов делят между собой экзогенные и эндогенные причины другим экзогенным причинам относятся посттравматические изменения различные деформации стопы использование жестких материалов в педикюре узкая обувь обувь не по размеру или полноте неправильная обработка ногтей например домашних условиях или в профессиональном кабинете педикюра к эндогенным причинам относятся системные заболевания такие например как псориаз хроническая ишемия нижних конечностей цирроз печени лимфобинозная недостаточность и хроническая почечная недостаточность на поздних стадиях также последствия химиотерапии гериатрические изменения наверняка встречали деформацию ногтевых пластин у стариков по типу птичьего когтя называется он в литературе онихогрифозом и именно полизуальный период у женщин тоже хотелось бы отнести как отдельный вид эндогенных причин в зависимости от причин могут поражаться либо все ногтевые пластины и это более характерно именно для эндогенных причин либо один ноготь при экзогенных причинах причем в 95 процентов случаев если поражается один ноготь то это будет ногтевая пластина первого пальца стопы связано это все-таки с биомеханизмом шага мы немножко позже об этом поговорим иногда эндогенные и экзогенные факторы могут стать причиной одного типа деформации вот такого как онихогрифоз на первом фото мы видим пример ногтевой пластины мужчины 48 лет изменения которые начались еще в службе в армии более 20 лет назад когда человек с сорок четвертым размером стопы носил по необходимости то что более никакой обуви не было носил сороковой размер обуви вот такая деформация настигла его в течение нескольких лет после окончания службы в армии то есть классический пример экзогенной причины на втором фото мы видим поражение тотальное поражение всех ногтевых пластин и это как раз пример старческого онихогрифоза ногтевые пластины утолщены трудно поддаются самостоятельному укорачиванию и обработке пациенты часто страдают болевым синдромом при таком виде поражений именно в момент нагрузки при ходьбе вернемся к инфекционной природе деформации именно грибковой инфекции я уже сказала о том что это достаточно большая группа деформаций связана с грибковой инфекцией и надо сказать что сама грибковая инфекция и ногти пораженную ею не вызывают болевой синдром вовсе но если есть деформация то первичных специалисту пациенту приводит именно болевой синдром вот на первом фото мы можем видеть ногтевую пластину пораженную только на одну треть но даже этого хватило чтобы иметь сдавление в области мягких тканей медиального валика и болевой синдром на втором же фото мы видим тотальное поражение всех ногтевых пластин в большей степени первого пальца с деформацией по типу клещевидного ногтя видите сужение в области дистального края второе по распространенности достаточно большой группы причин является деформация стопы которая приводит деформации ногтевых пластин вот на этом фото мы видим прекрасный пример деформация латерального бокового края ногтевой пластины на фоне давления второго пальца на первый такое изменение ногтевой пластины очень часто бывает при вальгусной деформации и вообще надо сказать что любые деформации стопы как таковые долго остаются незамеченными пациентами и дебютируют они именно как заболевание связано с болевым синдромом у пациента появляется боль он обращается к специалисту если специалист разбирается не только с последствиями болезни но и с причинами тогда он имеет возможность докопаться до истинной причины в данном случае это комбинированная плоскостопия с преобладанием поперечного плоскостопия одна из экзогенных причин это педикюр педикюр достаточно современная процедура применяется она повсеместно к сожалению есть некоторые нюансы которые могут усугубить состояние нормального ногтя и привести его в патологическое состояние например такие факторы как запиливание боковой параллели что в общем то здесь прекрасно видно в педикюре в данном случае выполнялась коррекция трапециевидной формы ногтя до квадратной формы ногтя что в эстетической сфере очень очень развито срезание углов при каком-либо дискомфорте это тоже большая ошибка которая приводит к дальнейшим деформациям и вообще изменение любой физиологической квадратной формы например на округлую вот еще хороший пример при применении жестких материалов на стопе на ногтевых пластинах бывают вот такие отдаленные или даже не отдаленные последствия в педикюре в данной пациентке использовался очень длительное время в течение нескольких лет гель-лак кроме того что мы очевидно видим здесь деформацию в виде изменения арки ногтя вот с обоих сторон также мы видим отслойку октивого ложа и собственно с этим и связан болевой синдром в данном случае то есть пациентка испытывает боль именно при ходьбе она более интенсивна за счет того что ногтевые структуры опять же в биомеханизме шага испытывают излишнее давление в четвертом моменте биомеханизма шага за счет давления под ногтевых структур вот этой оголенной дистальной фаланги боль значительно более интенсивна при ходьбе вот здесь пример пациентке которая по роду своей деятельности вынуждена носить туфли лодочки она секретарь то есть практически постоянно она носит обувь с узкой колодкой к чему собственно приводит такая обувь и такой режим у пациентки ногтевая пластина выражена утолщена ногтевая пластина сухая она трескается она опять же принимает клещевидную форму как мы ранее рассматривали она скручивается все это может являться причиной болевого синдрома при деформации вот такого рода в данном случае пациентка самостоятельно вырезала углы то есть ногтевая пластина в норме квадратная срезанный угол запускает порочный круг и усугубляет деформацию поэтому облегчение она чувствует только временное так и теперь буквально пару фотографий у нас будет примеров пациентов с эндогенными причинами вот здесь хороший пример женщина в менопаузальный период с изменениями всех ногтевых пластин более выражена первая ногтевая пластина уже на подходе вторая мы видим что ноготь утолщен имеются белесые продольные полоски и деформация по медиальному краю собственно с болевым синдромом пациентка и обратилась причиной всех деформации в менопаузальном периоде является эстрогенная недостаточность на этом примере более выражена деформация первого пальца как я уже сказала но к большому сожалению активы и пластины всех пальцев будут изменены потому что причина эндогенная даже совместительная гормональная терапия к сожалению не останавливает этот процесс может его немножко затормозить но не тотально не кардинально вот на фото пример последствий перенесенной химиотерапии как и при других системных причинах страдают все ногтевые пластины как я уже сказала вот здесь на фото видно и первое второе и немножко третье они все утолщены у них у всех дистальный край утолщен желтый и обратите внимание ногтевое ложе гипертрофированное плотное вот порой даже оно больше вызывает дискомфорт нежели сам ноготь потому что ноготь достаточно приподнят над мягкими тканями а вот ногтевое ложе плотностью не меньше чем сама ногтевая пластина может давать вот такое напряжение как вот в этом углу можем замечать на мягкие ткани иногда хроническая боль может стать острый и это совершенно две разные темы сегодня мы не будем говорить на большую тему как острая боль в патологии в падиатрии потому что тактика совершенно другая чтобы не смешать все в кучу мы остановимся все-таки на хронической боли единственное что хотелось бы сказать что самостоятельное решение проблемы с хронической болью чаще усугубляет ситуацию и приводит вот к такому роду обострений что собственно никому не желаешь конечно поэтому лучше обращаться к профессионалам и так остается открытым вопрос что же со всем этим делать и долгое время единственным решением этой проблемы было полное удаление ногтевой пластины к сожалению и по сей день многие врачи используют эту устаревшую методику надо сказать что эта методика имеет место быть но имеет много минусов мы сейчас их разберем и неприятные отдаленные последствия из минусов я бы назвала эти 4 пункта это во-первых риски аллергических реакций на анестезию болезненность самой манипуляции большой процент рецидивов и ухудшение эстетического вида ногтевой пластины что же считается правильным как же поступать первое что нам необходимо сделать это правильно собрать анамнез какие препараты получают пациент как долго имеется деформация имеется ли семейный анамнез вот именно по такой форме деформации все это имеет немаловажное значение которое помогает разобраться в причинах и помочь пациенту правильно осмотр осмотр мы делаем не только стопы осмотр мы делаем и обуви и носочно-челочных изделий и стельки это все очень немаловажно также мы совершаем антропометрические измерения стопы и ширину и длину захватываем обязательно голеностопный сустав и голень при подозрении на микоз помним как одну из самых частых причин мы выполняем забор материала на соскоб и посев это обязательное исследование входит в стандарты то есть без этого никуда если есть хоть малейшее подозрение если высеивается положительный результат любой вид гриба споры мицелий любая форма обязательно дальнейшее специфическое лечение у дерматовенеролога патологическая обработка собственно про это мы сегодня в большей степени патологическая обработка в себя включает обработку фрезами специальными инструментами вот на слайде вы видите кюретка похожа на стоматологическую но она у нас такая двусторонняя кератолитики прекрасный химический способ для обработки все это применяется с дальнейшими рекомендациями пациента домой домашние рекомендации включают в себя также изменение режима изменение привычек может быть нуждается в смене обуви чулочно-носочных изделий вполне вероятно нужны ортопедические стельки многим пациентам упражнения для стопы уходовые домашние средства и так далее это очень большой спектр который нужно обсудить обязательно для того чтобы не случилось рецидива или хоть как-то улучшить ситуацию потому что в некоторых случаях кардинально ничего изменить к сожалению нельзя главный герой в современном подходе лечения деформации ногтевых пластин я бы назвала ортонексию это методика взаимствована у ортодонтов про нее можно говорить еще несколько часов пожалуй я буквально по верхам расскажу о ней вот на фото представлен вариант клеевой системы точке фиксации титановая нить которая тянет в брекет системы ногтевую пластину изменяет ее арочность в более плоское состояние то есть вот эту патологическую форму меняет на условно нормальную кроме клеевых систем есть крючковые системы 3ТО скоба фрезера их большое большое количество эти две наверное самые популярные клеевые системы клеевые системы можно подразделить на i и v-образную вот здесь мы видим v-образную систему по типу английской буквы v с одной точкой фиксации и двумя на противоположной стороне вот здесь видим i-образную систему клеевую и собственно очень хорошо представлено на фото до и на фото после результат буквально за 10 минут это обработка и установка на ногтевую пластину корректирующей системы посмотрите как изменилась арка ногтя буквально за несколько минут то есть мало того что мы зачистили все роговевшие участки мы еще и работаем над аркой ногтя то есть в эту же секунду пациенту стало легче по-моему это прекрасная методика которая не нуждается в анестезии которая безболезненно которая дает прекрасные ранние результаты и прекрасные отдаленные результаты вот здесь мы можем видеть отдаленный результат через полгода пациента кстати с сахарным диабетом которому хирургические вмешательства нежелательны а вот такая консервативная методика очень даже подходит у пациента мы можем видеть как ногтевая пластина изменила форму вот по этому боковому каналу он был патологически сформирован деформированной ногтевой пластиной сейчас ногтевая пластина более-менее имеет нормальную форму и самое главное что она имеет стабильное положение то есть полгода пациент не страдает болевым синдромом хотя до этого много лет имел такую проблему собственно наверное я сегодня на этом закончу я надеюсь что хотя бы часть информации была для вас новой и полезной еще больше информации в моем профиле вы можете посмотреть может быть задать мне вопросы тема необъятная о ней можно говорить много и долго и я думаю что мы встретимся с вами как-нибудь в другой раз и поговорим более подробно на другие патологические и смежные темы по патологии стопы вам всего доброго и спасибо за внимание спасибо спасибо спасибо